Гоша Гачевар опять наклепал какую-то срань! Души, давай будем честными. Вот зачем нужны казики в мире, где существуют люди, вкидывающие несколько средних по стране ЗП, чтобы ты посмотрел Князя Тьмы. Ну, как бы да. Я абсолютно с этим согласен. И ладно, давайте я на самом деле сейчас врублю честность мод, состояние честности. Давайте, ребят, я вам сейчас по фасту выскажусь насчет казиночей, чисто свое натуральное мнение. Стримы казиков — это парашная вещь. Реально парашная вещь, потому что люди на это подсаживаются. Реально есть люди, которые... Неважно, натурально ты играешь на свои деньги, не на свои на стримах и так далее. Это все дресня, это все дресня. Но самое забавное в том, что люди, которые сейчас стримят казики, они вполне в теории могли бы рекламировать всякие наркошопы, если бы это было позволительно и за это не наказывали. Я вот к чему вам хочу сказать. То есть все люди, которые сейчас крутят казиночей, если бы закон не запрещал, они бы спокойно наркоту рекламировали, вырубали бы с этого огромные деньги миллионы. Я это вот к чему веду. То есть человек, который стримит казиноч, он в большинстве своем такая же беспринципная мразь, как человек, который рекламирует наркотики. И та, и та хуйня просто банально подсаживает тупорылых людей на дичь, на яд. Не важно, яд этот является лудоманством или же просто наркотой. Да, за это даются просто охуенные деньги, но это вообще не стоит того. Это не стоит того, потому что, во-первых, ну как бы в принципе, это реально уебская вещь. А во-вторых, ну просто рекламируя казики, ты себе репутацию засираешь. Все, постримив казики, все. И тут пишут, тебе просто завидно. Нет, мне нихера не завидно. Я спокойно могу стримить киностримы, аниместримы и тому прочее, и спокойно лутать с этого бабло, как бы, ну, не хуже казиночей. Да, там за казиноч могут спокойно закинуть нормально так денег тебе в оплату, но суть в том, что это временная акция, а пятно будет на всю жизнь, оно нихуя не смоется. Так что, да, такие вот пироги. С другой стороны, хорошо, что не согласился на казиноч. А то было бы в новости утренней на одно имя больше, и вместо стрима бы сидел на бутылочке вина. Твоё дело работать и терпеть до конца войны. Нет, конечно же, борьба с рекламой казиноча это максимально хорошо, но очень много блогеров сейчас, которые, ну, буквально наркошопа рекламят. Мне удивительно, почему с ними не борются. Мне кажется, казиночи, это второстепенная вещь в этом плане. Есть гораздо более страшные вещи. Те же самые там финес, которые себе там татуху наркошопа на шею сделала вроде бы. Типа такого, ну, вот с этим надо бороться, ну, чё. Ну, видимо, с чем полегче. С чем полегче. Не глотай, которые рекламят наркошоп, прикрывают, что это IT-компания или чё-то такое. Ребят, Никаклай — это конченый человек. Ну, то есть удивляться, что Никаклай рекламирует наркошоп, ну, серьёзно. От конченого человека, конченый человек сделал конченый поступок. Вот это да. Нет, Папани является в данном случае исключением из правил, потому что он искренне балдеет с казиночей. Папич, он буквально исключение из правил во всём. Исключение из правил во всём. Он то самое исключение, да? Он буквально — это другое. Да, Папич рекламирует казиночей, это, конечно, ещё такое, но он искренне верит в казиночей. Поэтому его вот эти вот, где он там в кроликах, в зайчике такой «ЛОБЛЮТ!» И такой начинает всё разъёбывать по комнате. Это немного длинная вещь. Скажем так, смотреть казиноча Папича — это не всё равно, что смотреть в Бурмалду. Продолжение следует...